Данный случай всего лишь один из множества видео моих работ по вросшим ногтям, но именно эта работа вызвала бурю реакций как положительных, так и отрицательных эмоций. Многих оставила неравнодушным и сопереживал с пациентом всю его боль во время процедуры. Посмотрите, какой же динамики я добилась всего лишь за одну неделю после первичного приема по коррекции вросшего ногтя в запущенной форме воспалительного процесса. Хочу сделать акцент на том, что любая коррекция вросшего ногтя одной процедуры недостаточно. Потребуется продолжительное время по восстановлению ногтевой пластины в ее правильную анатомическую форму. Сейчас идут кадры второго визита пациента спустя одну неделю, где я докорректировала боковую стенку и задала правильное направление новому отрастающему ногтю. По ощущениям давай будем смотреть. Ну, не болит никак. Вообще хорошо? А вот здесь раньше, вот до этого, пока я не вытащила этот кусок, вот здесь все равно что-то, наверное, твердое было, да? Ну, так, как бы болит. А сейчас помягче, да? Да. Проходит еще одна неделя после второго визита пациента. И заметно, что воспаление полностью снято. И только в таком состоянии боковых валиков и самого ногтя можно приступить к установке корректирующей системы скобы фрезера. Подготовка ногтя к установке корректирующей системы также включает в себя хорошая обработка боковых пазух. Это избавление от всей ненужной роговевшей кожи мозольных масс. Примерно уже намечается то место, где будет установлен крючок в боковой стенке. Немного предыстории данного случая. Это прежде чем попасть ко мне на прием, мой маленький пациент Андрюша. В прошлом ролике я озвучила его имя. И вот мой маленький пациент в свои 10 лет уже познал острую боль вросшего ногтя. И на протяжении одного года все это время он наблюдался у другого специалиста. Но достичь положительной динамики так и не получилось. И когда уже ситуация стала неконтролируемой, и только тогда специалист рекомендовал меня родителям и дал соответствующие мои контакты, где незамедлительно они обратились ко мне за помощью вот в такой вот острой форме воспалительного процесса вросшего ногтя. Бедный пальчик. Скоба фрезера. Это одна из лучших крючковых систем, где ювелирно изготовленные крючки подхватывают боковые стенки ногтя и помогают ему отрастить вперед. Правильно и законно занять свое место на ногтевом ложе. Правильно изготовленная скоба вообще не вызывает никаких неприятных ощущений. Зацените результат, оценив лайком и комментарием. Пальчик Андрея. Какой он хорошенький стал. Вот смотри, не колит, да, ничего? Отлично. Все, вот эта скобочка будет. Ты лучше сейчас скажи, чтобы потом ее не справлять. Это с обувью. Ты померяешь, все нормально. А он с обувью сейчас сам проходит? Нет, он меряет. Говорит, все хорошо берем, а потом оказывается, что совсем не берем. Знаете, если бы колола, то ты спрашивать не надо. А, колит. Они сами подбирают выражение. Андрюшка, вот так вот пальчик у тебя заживал или в течение года он все равно сопливил? Ну, в течение года, может, хотя бы на неделю он и на хвост. Ну, вот такой он не был давно, да? Ну, вот такой он не был давно, да? Сейчас он прям у тебя, прям, ой, чуть-чуть фу на него. А то у меня вообще умница. Да? Смотри, как ты сегодня герой. Ну, чуть-чуть-то где-то ойкнул. Ну, а ты не хотел клеить. Ты чего не хотел клеить? М? Не знаю. Ты думал, что это больно, наверное, да? Да, вот начальник. Клеить? Клеить больно? А, нет. Вот ты доешь. Ты представляешь, у тебя крючки? Крючки под ногтем. О, как у тебя система подхватила ноготочек. Сейчас этот ноготь трапеция вырастет в правильную форму. Крючки.